всем приветики 23 января мое лечение дало свои плоды мне сегодня полегче я выгнала колю из дома взяла и выгнала колю из дома вот так вот такая бессовестно шучу коля поехал на процедуру а я пока меняю постель пока этого тела нету тут но по крайней мере тело собирается после процедур еще пока светло съездить на охоту у него есть путевка скорее всего ничего он там не на охотит но пусть хоть покатается до дичь какую-нибудь как увидит как увидит дичь как выскочит глаза как выпучит да и полетят клочки по закоулочка кысы-кысы сейчас мы с вами долго тут будем постель менять да и она наиграется или не наиграется кстати вы знаете где я взяла эту утку я взяла ее на полу вот естественно до этого ее покупала в магазине знаете где она стояла она стояла вот там вот на шифонере вместе вот стой уткой я вообще ума не приложу как мася это обогреватель как мася либо по обогревателю либо как-то в шкафу по вещам туда залезла скинула вот ума не приложу если она туда залазила как она туда слазила это не мася это какой-то верхолаз вот уже за шторы где цветы мася сейчас получишь но у нас как обычно я поднимаю сюда кровать чтобы что-то сюда переложить кошки то под кроватью то на кровати то играют у прям как сборки туда вниз скатываются веселуха у нас ли она вас развлекает наблюдаем рисками миллер нашла сладенькая захотелось грызу 2 за кошками ну кто кого кто победит кто сдастся тык-тык-тык уйди уйди противно да ли со своим каратышкой хвостиком крутит борцы лиса болец уволит тебя селевога как его за дело продвигает все и что ты победила вау аплодисменты мася не сдается нет второй раунд так тюрьмаса победила аплодисменты короче ничья гляньте тык-тык-тык снежок такой мягенький такой легенький прям очистила машину наверное вместе с грязью так все хорошо прочистилась на улице около нуля наверное даже сейчас поделала дела какие хотела но не все конечно постель поменяла если костерок запустила еще осталось вами на халатике погладила фух сейчас еду перекресток за этот перекресток может быть за эту фикс прайс и по поводу стирки не спрашивают я когда говорила что ну про маленькую машинку стиральную для мамы да ну что допустим трусики то футболочки чтобы она могла сама постирать на батарейку развесить и все нормально все быстренько у нее это дело получится потому что люди эти ну дети но машина я вообще-то ну и не торопится даже отойти и меня спросили сбилась смысле меня спросили как такую может быть как это у ваших родителей нету стиральной машины у них есть стиральная машина но вы видели мою маму вы вообще представляете маму которая тот же пододеяльник поднимет и сможет его повесить да или даже она не может не то что даже пододеяльник она даже халат не сможет повесить то что у нее одна рука практически не поднимается вот на на уровне вот так вот если бы у нее была маленькая машинка то футболочки трусики одно такое нижнее белье она могла бы стирать и тут же на батарейку развесить и это несложно крупные вещи я таскаю домой опять же если кто-то мне глупый вопрос такой задаст почему вы таскаете домой не стираете у родителей это сколько времени надо сидеть там ждать машинка чтобы отстирала да потом развесить потом прийти опять это все погладить и это 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 просто не не рациональная экономия времени это не экономии это не рациональное использование времени так узкой машину качает и и несет и две машины сбоку вот поэтому я беру всю стирку домой то что надо я клажу и уже маме приношу в готовом виде а маленькая машинка нужна для других целей вот и кстати мне написали что да такие машинки бывают существуют надо мне посмотреть это же еще не смотрела на зоне нигде что она себе представляет и будет ли ей удобно ну а так в принципе нет так нет буду также таскать и стирать и гладить и все я буду делать для своей мамы все буду делать никого не спрошу таскать или не таскать а то как-то я помню что возмущение тоже было она маме там и постельная гладит это гладит не обязательно это делать сейчас не все постельные типа гладят но если она привыкла так жить если она привыкла если так нравится почему я ради своей мамы не могу погладить и постельная как правильно лорик сказала что была моя мама живая не мамочка умерла уже давно говорит была моя мама живая я бы и ноги и мыла и воду пила выгодишь бы она была живая бы все ради нее сделала так что вот такие дела креплю немножко голос такой хриплый но все равно не сравнить с тем состоянием что до этого было уже вот такое здесь это состояние для меня это называется жить можно видишь как только не вспоминаешь и я тут как тут дамолюсь и позвоню тебе дамолюсь и позвоню ты ладан что ли зажигала пахнет ладаном пахнет так хорошо пахнет ты ладан зажигает то что папа зажигал все время прям заходишь квартиру запах такой приятного я буду в церкви я тебе куплю ма ладан где то есть он есть у папы когда он переболел к видом он попросил меня купить коробочку которая плотно закрывается говорит я весь ладан туда уберу он не мог переносить запах где-то у него надо тебе поискать я сама постоянно покупал и свечки ладанки у него у него все есть это мне батюшка один оставил кусочек я вот у него у него много я знаю папа в стеклянный потом он его много нет а сейчас не в стеклянный я ему купила какую-то коробочку она закрывалась прям герметически потому что ему запахи после вот ковида после больницы я пока уберу поэтому посмотри у него там шкафчиков я пока без тебя пью куда я на верхах он нет на верхах ничего нету вот тут вот ты на три стволи посмотри как здоровье но сегодня лучше а у тебя как ну получше слава богу но я тебе купила ингалипт все равно куда тебе туда ингалипт крем для ног купила и тизин на всякий случай в нос тизин в нос мало ли насморк да идут а то а это крем для ног который тебе нравится ты знаешь я люблю и пенажу он очень хороший вот такой вот крем иди туда в мою комнату я тебе туда отнесу и вещи принесла погладила твои халаты тоже в комнату положу в комнату в комнату вот утром меняла постели пока потом думаю по глазу надо повесить пока не помялась опять короче ты без дела не сидишь да кого б не сидишь иду на кухню думаю надо что-то сделать там чуть-чуть там кого б тяжело ли нам да тяжело вот это вот снимает боль я просто постоянно сразу проходит час-два просыпаюсь все болит ну заложено все обложено там все болят десна болят горло ну просто оно лечебное а какое-то так ну меня устраивает хочешь вместе ладанки поищем да я говорю хочешь вместе ладанки поищем у папы ну хочу ну сейчас поищем так папа подарком не воспользовался это я ему на новый год купила постельное белье ну маме будет тоже полутора спальное так где-то тут у него должно быть где-то в какой-то коробке где-то что-то надо искать тут разная земелька отовсюду наверное я так понимаю земля из скрепа блаженной Пелагея земля из скрепа блаженной Поросковья часть кирпича скрепа Марфы Дивеевской ну тут всякие то когда они паломничествовали земля из могилки блаженной Марии ну ладно нам надо не это тут наверное с канавки земля есть обязательно канавка которая Дивеева благородичная как бы не это земля там можно было самим брать вот наверное там и есть потому что когда покупаешь там по маленькой частичке а когда разрешают брать то берешь конечно побольше так где же папины все эти вот ладанки должна быть коробка по идее земля с канавки царицы небесной много книжек православных так ладно что-то не вижу я вот я почему-то думала что что здесь будут стоять коробочки эти что-то он убрал ну что он в кладовку отнес чтоб там не пахло прям вообще потаще от себя сейчас в кладовке посмотрю шашки шахматы они с Андрюхой играли домино тут аппарат даже есть такой старенький папа раньше увлекался фотографией так здесь не вижу вот на вот типа вот такой коробочке должно быть и по такой коробке должно быть и там оно все у него должно храниться но я не нахожу я уже все посмотрела там все равно придется все выгребать потому что книги какие-то надо давать очень много книг у нас повторно ой Лена вот поела тут точно заболела язву посижу посиди а я ночью в два часа пошла заваливать себе лен завалила через 15 минут пила такое хорошее средство лена да всего то нам всего четвертая часть кружки если она большая обыкновенная третья часть кружки и половину ложечки чайные льна вот этого протертого я на минут 15 постоит уже все кисель размешала и переспокойно тут же все тут все надо вытаскивать ну потом что сейчас вытаскивать куда это вот лампа лампу телефон выкинул она красивая это я вам давала а что она делает массозор массажер забирает кассеты тут тоже православные ну а нету такого а вы если этот рабочий мы ж не знаем какой а вот этот вдруг он рабочий не надо лена у меня уже свои восприятия это начало вот эта штука это папа снимал видео ну у меня такая я знаю пригодится так это что ты написала помыть холодильник в том числе морозилку ну чтобы помыть морозилку надо его разморозить а а папа как-то не размораживали там какой-то стол идет нет надо размораживать размораживать потом стол вообще ты что так горячую кастрюлю туда сунул горячую кастрюлю чтобы быстрее разморозилась разморозить он выключал надо разморозить купить булочек у меня какие булочки они везде одинаковые может и у нас это я в церкви покупала в коле а может отца Геннадия такие же ну заехать надо не знать у меня уже одна осталась это в колу надо ехать да и то это ж они на праздник пекли это ж на крещение они пекли эти булочки ну а я знаю у нас на зеленые они каждый день пекли ну на продажу я знаю у отца им же надо за что-то жить у отца Геннадия в церкви там тоже булочки там не такие я же покупала там другие а эти прямо видно что они ты проскфору сейчас я тебе отдам вот такую это проскфору зачем ты ее берешь она на двадцать человек я эту которую ты нарезала я ее на ночь кучку возьму заболчу кресецкой воды а утром уже мягкую яс подожди тебе йогурт надо? экономить будем экономить будем или голодать будем? ну немного ну я не так купила я знала я знала что ты будешь да Лена я я утром чтобы мне пустым не был поджелудочный я ем ма а кричи ура я на славу а где он был? в коридоре а ну-ка давай посмотрим подожди в коридоре в коридоре где обувь наверху в антресоле у папы у папы да смотри сколько тут всего и вот эти вот можно зажигать эти монашенки свечки у меня немножко монашки вот это вот можно мазать себя это благовоние себя и когда жжешь свечки тут макарии свечки вот вот видишь а там и длинные внизу есть уиск а это я машину папе покупала это для машины забирали это я ему покупала так он и ею не воспользовался жучок жучок а я и не знала вот я же ему постоянно привозила с церкви и он не заказывала я ему просто так покупала вот я ему последний раз с отпуском привозила вот это вот что это это благовоние тоже так что вот твоя коробочка это тебе от папы наследство спасибо папочка хорошее ты мне оставил наследство да вот и зажигай и пусть пахнет тебе как меня туда ноги потащили ой понюхай как пахнет ой я балдею ну это уже церковные запахи они очень хорошие а это вот соборуют обычно вот свечечки да вот мы собравались это Макария где мы с тобой были ну это как память Ладан Серафимовский ну короче будешь вот разбирайся это твоя коробочка теперь ой спаси тебя господа я ж думаю ну не может быть не может быть ты хочешь можешь монашеньку забрать вот сюда она вставляется и зажигается так а ты куда будешь вставлять зажигать а у меня такая же есть ну давай мне а у него несколько у меня такая есть и такая бери любую а ну давай мне начатую уже которую использую какая разница бери две на это можно давай две разные ну да а у меня тоже так ну все а эти я себе куплю маленькие свечечки эти пусть у тебя будут ну все ты богатая очень зажигай дыши это папа наверное свечки зажигал ой какой ты болот все нашла ну да мы не будем в себя работу напрягать вот я например у меня такая слабость все от сверкала вроде полегче нос прочистишь оно полегче вот что-то не спится пойду что-нибудь поделаю в ванной в ванной вот кстати стиральная машинка которой нет у моих родителей конечно она есть что ж вообще что ли нищета чё такое чё такое а это я папе дарила в ушах волосы ну ну это у Коля но это по мазке это нужно выбросить это не это это помазок это вообще со времен это а это в ушах чистить то вот это можно выбросить ма вместе с этой что ну она надо тебе чашка ну я ничего не знаю ну зачем одеколон ну одеколон может протереть что-то обезвредить обеззаразить что-то за баночку даже не ну и крем универ о-о-о-о крем твой я страдаю а ты страдаешь это вот типа не веет вот такой вот эту чебурашку убрать ну это я заберу это папина память это он с Филькой это Андрей вот это он это кино снимал с этим чебуратором это я не выкрой так Лена растворитель выбросить это белизну оставляем как выбросить ей все чистить и ванну грязь я ей пользуюсь вот видишь что творится ну это у вас уже сколотые нет белизну не надо выбрасывать она так хватит это ты посмотри сколько ее в туалете ну пусть стоит она что кушать просит Лена клизму убери лесную ягоду не распусти видишь один день одного вынесу там выкину там что-то ну каждый день по чуть-чуть потому что где она была а где была находка а вот здесь стояла вот на коробке так ладно мамуль все пошла завтра нету сил нету откажется да попшикайся вот и завтра после обеда так же приду чтоб ты уже встала расходилась да самое главное расходиться что завидно да завидно облизывайся тебе тоже завидно нет не дам пришла домой Коля разморозил рулетик он делался скумбрии такой вкусный съела полтора кусочка рулетика и кусочек картошки очень вкусно правда меня тут гипнотизируют кошки взглядом своим вам такое нельзя соленое оно кстати не соленое такое прям вот все в меру в меру итак итоги вечера у меня были купаты 4 штуки 2 мы с Колей съели что-то они такие жесткие хотя их долго тушила возможно на костре или где-то там на решетке они были бы вкуснее что я решила сделать я эти купаты потушила с картошкой с болгарским перчиком у меня был замороженный кабачок помидорки зеленушка лучок чесночок и получилось вот такой вот рагу с купатами на самом деле вкусно я чуть-чуть попробовала но есть не хочу что-то вот кусочек рыбки съела полтора кусочка все как отрезала наелась и вчера у меня были срезки с говядиной сегодня купила еще свинины свинина в перекрестке по 299 рублей 300 рублей отличная свинина Коля покрутил здесь уже с чесночком с лучком с перчиком солькой все заморожу в морозилку хватит нам надолго люблю когда есть такие заготовки чтобы потом голова не болела и Коля сегодня собирался ехать на охоту ну что-то приятели вот он подвел с которым он хотел ехать подходит ко мне говорит Лен поехали завтра с утра съездим с тобой ну типа надо чтоб кто-то за рулем был говорю Коль да блин ну не хочу я не хочу никуда ехать не важно себя чувству я будешь утром полежала потом к маме еще ну как бы дела какие-то потом походила походила и говорю Коль а во сколько ты хочешь что на 1 часу в 10 выйдем пока дойдем до Падуна потом пока там в какой-то дороге или долго это будет он нет там туда-сюда проедем посмотрим у него путевка на глухаря заканчивается если что поедем обратно ну то есть как бы проехали уехали я так понимаю ему просто хочется съездить в лес с одной стороны с другой стороны а почему вы мне просто с ним не съездить я больше чем уверена никаких глухарей мы там не увидим никаких там птиц подстреливать он не будет при мне ни разу этого не было и лучше бы и не было вот и я думаю почему бы нет и я не знаю как и себя завтра утром буду чувствовать если не хуже если там или получше съезжу с ним с утра вот по рулю он пусть свою дичь смотрит я хотя бы посижу воздуху покатаюсь может фотографии какие-нибудь красивые в лесу сделаю так что вот так вот возможно завтра на охоту с Колей тронется или чтобы не умом тронется ну ладенько все на сегодня все всем пока всех люблю и конечно же до новых видео до новых встреч